Здравствуйте! Мы на старте дистанции. Самые интересные события в Вологодском спорте за неделю в нашем традиционном обзоре. Смотрите в программе. Череповец вызов принял, а Запад победил. Все играли от ножа, все хотели победить. Северсталь не сдается и побеждает лидеров Востока. Показали, что они мужчины. О чем рассказал мэтр хоккея? Конечно, очень много секретов. Спартакеада школьников продолжается в Череповце. С первых минут поняли, что соперник слабый. Спартакеада учащихся России продолжается в Череповце. Теперь пришла очередь сражаться за право поехать на финал у юных хоккеистов. Всероссийская спартакеада состоит из нескольких этапов. Череповец принимает полуфинальную стадию. Здесь соревнуются команды областей Северо-Запада. Наш федеральный округ не самый хоккейный. По большому счету, хорошие детские школы есть только в Санкт-Петербурге и Череповце. Соответственно, эти команды и будут фаворитами соревнований. Это предположение подтвердилось уже в первом туре. Хозяева турнира, череповчане 2001 года рождения из детской хоккейной школы Северстали, своего первого соперника команду Ленинградской области обыграли уверенно. Уже во второй игровой смене был забин-го. Первую шайбу в турнире забросил Максим Козловский. Это было все в начале игры, во второй смене. Егор Чижиков отдал мне передачу. Я обыграл игрока, мне оставалось только бросить. Дальше больше. Юные череповчане играли в свое удовольствие. В итоге в борода соперников влетело 15 шайб. Третий из них забросил один нападающий – Влад Кузнецов, который сразу возглавил список бомбардиров. Мы с первых минут поняли, что соперник слабый. И играли все в хоккей и забили 15 голов. Основная задача для нас – занять первое место, чтобы поехать на финал в Челябинск. Всего в турнире принимают участие шесть команд. Они сыграют между собой в один круг. Идет борьба за выход в финал, где уже соберутся действительно сильные команды. И можно будет оценить свои возможности в играх с лучшими сборными из самых хоккейных регионов России. А во втором туре череповчане разгромили архангельскую команду 12-0. В третьей игре команда Волгольской области встречалась с главным соперником – командой Санкт-Петербурга. Поначалу уступали 0-2, но в итоге победа со счетом 6-2. Волейбольная команда «Северенко-2» провела первый тур полуфинального турнира чемпионата России в высшей лиге Б-зоне «Центр». Борьба идет здесь за седьмое-двенадцатое места. Игры проходили в Москве. Череповчанки немного неожиданно уступили хорошо знакомому сопернику – уфимочки. Зато «Северенко-2» обыграла всех остальных, включая и лидером «Московский луч». По итогам первого круга череповецкая команда занимает третье место с отставанием от лидера всего на 2 очка. Прошлый уикенд череповец действительно жил хоккеем. Впервые в городе состоялся матч Кубка Вызова МХЛ. Но это был не единственный матч. Хоккейные мероприятия с участием известнейших специалистов хоккея и прославленных ветеранов этой игры проходили в течение трех дней. В субботу в Череповце пройдет главное событие сезона в молодежной хоккейной лиге – матч Кубка Вызова, в котором сойдутся сборные Запада и Востока. По этому случаю в Череповце высадился большой десант авторитетных специалистов хоккея. Один из самых именитых – прославленный тренер Владимир Юрзинов. Он провел семинар с тренерами детской школы, а также мастер-классы. Вчера с 16-летними хоккеистами, сегодня с игроками «Алмаза». Конечно, для молодых хоккеистов даже одна тренировка с мэтром тренерского цеха – большое событие. Это отличный шанс узнать еще что-то новое в хоккее. Очень много секретов. Постоянно. Невозможно же все знать правильно. Каждую тренировку работаешь, находишь что-то новое для себя. Также и здесь, я думаю, будет очень полезно для нас. Мы проводим мастер-классы не только для игроков, но и мы им показываем. Там можем показывать, как работали со звездами, как звезды работают, понимаете. Но здесь мы проводим и для тренеров. Мы вот сейчас прошли уже два дня, мы сидим с тренерами. И самое большое для меня событие – это тренерские глаза. Я вот смотрю, я приезжаю. Если бы нет, я бы давно закончил. С каким интересом они слушают. Благодаря этим занятиям все хоккеисты «Алмаза» почувствовали себя частью того хоккейного праздника, который пришел в Череповец. Так как в субботу выйти на площадку в матче Кубка Вызова 2015 в Дом и Дворце смогут только два представителя «Алмаза». Но зато оба в стартовой пятерке. Это нападающие Данил Вовченко и Дмитрий Моисеев. А в качестве главного тренера сборной Запада будет руководить наставник «Алмаза» Евгений Михалкевич. Конечно, хотелось бы поучаствовать, но что сделаешь. Там участвуют наши друзья с нашей командой. Придем, посмотрим, поболеем за них. Ажиотаж вокруг главного события в мире российского молодежного хоккея начался задолго до матча. Принципиальные баталии лучших игроков Западной и Восточной конференции уже шестой сезон собирают огромную аудиторию. И этот год не стал исключением. Череповчане и гости города с кричалками и яркой атрибутикой начали заполнять ледовую арену еще за несколько часов до начала игры. Большой праздник для всего хоккея, тем более для города Череповца. У нас помню еще те времена, когда команда «Северсталь» выиграла медали. Мы все помним, любим хоккей. Нас приучили к этому замечательному виду спорта. И мимо такого исторического события пройти было просто невозможно. Сами на Северо-Западе живем, на Запад болеем. Ждем красивого хоккея, позитивных эмоций. Самый большой подарок, который нам здесь сделали, это информация о том, что билетов в кассе на сегодняшний матч уже, к сожалению, нет. Для нас это самое дорогое, что может быть. Перед самой игрой состоялась яркая шоу-программа. Как и подобает матчам такого уровня, каждого игрока объявили персонально под рев трибун. Особенно неистово зрители встретили наших воспитанников – Вовченко, Сизова и Моисеева. Не обошлось и без курьезов. Кубок вызова, который стоял на игровой площадке во время открытия, примерз ко льду. Юным хоккеистам пришлось приложить усилия, чтобы освободить трофей. Болельщики тут же назвали это доброй приметой. Кубок должен остаться у череповчан – команды Запада. О том, что хоккеисты своей игрой готовы растопить лед, никто не сомневался. Мальчишки очень переживают и волнуют, и для них этот матч очень важен. Это не мать звезд, где наши мастера показывают элементы хоккея на низких скоростях. Но это тоже интересно. Но здесь действительно ребята борются за место под солнцем. И вот игра началась. Уже на пятой минуте матча шайба угодила в ворота Запада. Расторопнее всех на чужом пятачке оказался Егор Петухов, представляющий команду «Кристалл». 1-0. В первом периоде команды показали хороший атакующий хоккей с изобилием голевых моментов и силовых приемов. Однако счет на табу остался неизменным. Только в середине второго периода эффектным кистевым броском ответный гол ворота Востока забил спартаковец Сергей Алексеев. Спустя три минуты Запад повел в счете. С блестящей передачи Даниила Вовченко шайбу забросил Роман Манухов из Лока. На восьмой минуте третьего периода Восток сравнивает счет. Александр Акмальдинов, представляющий команду «Мамонты Югры», не оставил никаких шансов на спасение голкиперу. До конца периода у обеих команд было несколько возможностей выйти вперед, однако счет оставался неизменным. Победителей не выявил и овертайм, а вот в булитах сильнее оказалась команда Запада. Мастерски исполнил штрафной бросок Камиль, шеф-оддинов из Атлантов. Под бурные аплодисменты трибун команде Запада вручили кубок вызова. Примета с замерзшей наградой сбылась. Все настраивались, очень как бы серьезный соперник у нас был. Все хотели выиграть, все играли не как хелмать звезд, шоу устроить, а все играли от ножа, все хотели победить. Я рад, что нам удалось это сделать. Я старался ближе к ребятам быть, чтобы меня слышали, чтобы не напутались со сменами, самому разобраться. Это сложно за два дня выучить даже имена, фамилии. Поэтому некогда было этим заниматься, честно. Высокий уровень работы тренерского штаба отметили и мэтры советского и российского хоккея. В Череповце богатые тренерские традиции, помимо подготовки игрок. Поэтому благодарю и спасибо вам за тот праздник, который сегодня состоит. Команда Западной конференции, завоевав трофей МХЛ, увеличила разрыв в личном противостоянии с Востоком. Счет в серии стал 4-2. Немножко не хватило, скажем так, уверенности в завершающей стадии. Ребята, где нужно было уже забивать, брать на себя. Ответственность завершающего броска просто перекладывали за счет неточной их передачи отдавали. То есть теряли эти моменты. Реально проверить силы. Восток, Запад, команда собрались, в принципе, лучшие игроки. Результат печальный. Как печальный, тоже лотерея. Лучшие хоккеисты и тренеры молодежной лиги получили колоссальный опыт. Как заявили спортивные чиновники, молодежный хоккей будут поддерживать и в дальнейшем. Кто блистает в НХЛ? Тарасенко, он вышел из молодежной хоккейной лиги. Бобровский прошел школу молодежной хоккейной лиги. Это означает, что система заработала. И я исхожу из того, что мы вместе с Федерацией хоккей России эту систему, даже в тяжелые экономические времена, не только не позволим ее разрушить, наоборот, мы сделаем ее более эффективной, более эффектной. Следующий матч на Кубок Вызова состоится в будущем году. Скорее всего, почетное право принимать турнир Череповец передаст Тольятти. Кубок Вызова Отпуск молодым хоккеистам не положен. Поэтому вслед за матчем Кубка Вызова сразу продолжились игры чемпионата МХЛ. Алмаз на своем льду принимал очень сильных соперников из Москвы. Алмаз провалил начало матча со Спартаком. За половину первого периода череповчане пропустили три шайбы. Что и решило и со встречи. Дальше была попытка организовать погоню. Сергей Купцов отличился дважды. Еще один гол забил защитник Антон Сизов. Однако последнее слово все равно осталось за спартаковцами, которые, к тому же близко алмазовцев, так и не подпустили. В итоге довольно крупное поражение Алмаза 3-7. У них команда, конечно, постарше. Моего года много ребят, третьего. Первый период мы проиграли. И это решило исход, я считаю. Просто вышли какие-то несобранные. И 3-0 после первого. Тяжело уже отыгрываться после такого счета. Пытались, что-то дергались. Но в итоге все равно это было. Наша команда хорошо сыграла первый период. Агрессивно в атаке, строго в обороне. Забили хорошие голы. Где-то, естественно, идет у молодежи вот эта расслабленность. Отсюда идут и травмы, и ошибки получаются в обороне. Но радует, что доиграли матч до логичного конца и победили в этой игре. Через день Алмаз принимал Красную армию. По ходу игры москвичи постоянно вели в счете. А черепаевская команда догоняла. Основное время матча завершилось в ничью 4-4. У череповщан две шайбы забросил Вовченко. По разу отличились Моисеев и Жихарев. В серии буллитов больше повезло гостям. В итоге поражение 4-5. Искры не хватило, мне кажется. Я повторяю еще раз. Тренера это же самое говорят. Команда не верит, что они могут выиграть. Они думают, что соперник Москва. Это тоже присутствует. Надо верить. Победим любой соперник, я считаю. Этого не хватило. Искрех в глазах не хватило. В душе кое-будет. Не испортило отличное хоккейное настроение череповчан в прошлые выходные и Северсталь. Черепаевские хоккеисты добились двух важных гостевых побед в Уфе и Омске. Первая половина матча против Салавата Юлаева в Уфе получилась катастрофической для Северстали. В 33-й минуте череповчане проигрывали со счетом 0-3. Две шайбы черепаевские хоккеисты пропустили после индивидуальных проходов нападающих соперника и одну после подключения к атаке защитника Кольцова. Однако в середине второго периода в течение минуты и 40 секунд Северсталь забросила три шайбы. Сначала отличился Николай Стасенко, который использовал ошибку защитников, а потом и вратаря. Далее с близкого расстояния поразил цель Павел Чернов, а Евгений Кавышин еще через несколько секунд завел шайбу уже в пустые ворота у финцев. Еще через минуту хозяева льда снова вышли вперед. Опять удачно поучаствовал в атаке Кирилл Кольцов. Однако третий период остался за гостями. Сначала Павел Бычневич заработал булит и сам же его технично и хладнокровно реализовал. А через минуту капитан команды Юрий Трубачев забросил пятую шайбу, которая стала победной. В итоге 5-4 победы в Северстале. Команда мобилизовалась, у нас, значит, смогли вернуться в игру, причем два раза вернулись в игру и вырвали нужные нам три очка в очень сложной игре, в сложной ситуации, потому что у нас есть ряд травмированных игроков, которых нам сейчас не хватает. Но ребята, которые сегодня выходили на лед, показали, что они мужчины, бились до конца и заслужили долгожданную победу. Выездную серию Северсталь завершала матчем в Омске против «Авангарден». Первые два периода прошли с преимуществом в Северстале. Каждые 20-ти минутки череповчане забросили по шайбе. Отличились Анатолий Никонцев, поразивший ворота с острого угла, и Павел Чернов, который забил во всех трех выездных матчах. Однако в третьем периоде череповецкая команда в очередной раз позволила соперникам выровнять результат, пропустив две шайбы. 2-2 в основное время матча. А в овертайме победу Северстале принес точный бросок лучшего бомбардира команды Дмитрия Кагарлицкого. Вратарь соперника сыграл неуверенно. В итоге 3-2 в пользу череповецких хоккеистов. Сегодня у нас получилась игра, но немножечко не удержали. Это наша проблема. Не можем мы никак в третьем периоде удержать преимущество, которое создаем. Но, тем не менее, молодцы. Проявили характер, бились до конца и одержали, как ни странно, первую победу в овертайме. Это все о спорте на сегодня. Впереди новая спортивная неделя. До встречи на дистанции в следующую пятницу. И будьте здоровы! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова